Мы также приглашаем в клетку победителя первого полуфинального поединка, чтобы провести дуэль взгляда, встречайте Али Хейбати! Дорогие друзья, давайте подогреем аплодисментами будущей поединок! Дайте попить пацаны, дайте воду куда-нибудь попить, у меня сейчас пересохнет. Артём, расскажите, как вам бой, чем вас уделил соперник? Соперник выделил, на самом деле для меня была большая непонятка, у меня всего лишь работ был по правилам рук, как с Шамилем Галимовым, если вы помните, я не успел ничего понять, я выходил туда с полным непониманием, что от меня хотят и что мне для этого нужно делать. Здесь мы хорошо подготовились, мы уже знали право на бой, мы работали, Виктор Баронин, тертый калач, тертый калач, который никому не давал, даже видели, как я у меня третий раунд забирал, просто он попал очень хорошо, поэтому я знал, что я забираю, я принял методику третий раунд просто отодвигаться, но удары плотные, парень такой, непромах, молодец, уважение ему. Что еще есть? А ты к третьему стал вчера? Я не устал, мы нормально шли, и мы с ним один из клинч, я ему что-то хотел, апперкот или что, и он уже попал по печени, и я не показал, перетерпел это, и понимал, что я выигрываю еще, и то, что иногда он в моем пользу, я думаю, ну ладно, там, ну просто он попадал, больно, как бы так, уже в печени, пока печень отодошел, он еще и в челюсть попал, потом панс, ну, не, не потряс он меня прям так, чтобы там, что-то у меня какие-то проблемы были, нормально себя чувствую, ну, типа, все четко, это для меня новая дисциплина, на самом деле, вы же знаете, что ему марш и чистый, я сюда вышел, ну, по-большому счету денег заработать, ну, для себя открыто говорить, но с полным уважением, да, и я никак не хотел проигрывать все, либо ничего, поэтому то, что я знал, что я веду этот поединок, поэтому третий раунд я дался, ну, подвигаться, и как бы это, ну, а что за основа была во втором раунде? Я по печени прямой попал. Да, боксу моя перчатка тебе тяжеловато дается, потому что с паханом трудно тебе было, да, и у ноги, знаешь, не включались, и даже во второй бой мой заветер тоже, и знаешь, чем проблема, я выходил, реально тебе говорю, я не понимал, что мне делать, я вот, знаешь, найму вам движение, я найму вам движение, я найму вам хожу, я знаю, что сейчас, ножка тебя подвигу, полосу дистанцию, буду держать, все, а выходя туда, я думаю, блин, что, мне делать, ну, давай на джебе попробую, плюс там еще какие-то моменты были, и я не готовился на тот бой, это был просто, тоже, ну, мне предложили, я не стал отказываться, в нашем деле, мне предложили здесь, я не выбирал кандидатуры, никого там не искал, ни что-то, не выпрашивал ММА, ни что, мне сказали, да, или нет, я сказал, да, все, погнали. А на бой с Али Хрибатит, да, скажешь? Запросто, вообще. Как тебе это? Про Алишку, да, ну, и все, он крепкий персик, тоже косточки имеют, молодец, на самом деле, для инженера, для задрота парня, очень далеко зашел, есть дух, на самом деле, ну, честно, есть дух, есть это, ну, вот это вот его манера общения, конечно, по пузику ему надавать придется, ну, это, это не мисс матч, честно, он хорошего уровня боец, это будет крепкое противостояние, но его манера сюда не канает, понимаете, здесь андеграунд такое, что они в своих институтах такое даже не проходили, что мы на улице сейчас получили уже. Смотри, Артем, ты показал нормальный бой, но ты показал очень плохой, свой, очень плохой недостаток мне, то есть, ты сейчас боишься, что во втором или третьем раунде от моих ударов в печень ты упадешь, потому что Воронин тебя прям, я не знаю, жалел, или я не знаю, он тебе давал пространство, я не даю пространство, со мной у тебя не получится держать дистанцию, два метра работать, я просто иду вперед, тебе печень, печень, и может ты ляжешь. Спасибо, что в прошлом или третьем раунде, ты думаешь, что я тебя боюсь, что ли, или что, или что, или что, да ты-то что, куда вы прыгаете, или что, вас зоопарка сегодня выпустили. Ты меня, Артем, я тебе говорю, пак, лача, я пак, лача, я пак, лача, я буду, я буду, ты будешь траться с нами, да лизи, хоть почем, хоть вон с двумя выходили, сделаем стердаун, стердаун, да, еще один, вот, видишь, калачинский, омский, люди, поберегу, 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 ты главная, дури, себя побереги, до боя, дойди, и все, ничего, разговоров, не нервничайся, Ты на турне без хайпа не можешь, ты даже, брат, какой хайп, брат, даже подошел, минута славы, минута славы, брат, рома, приходи, брат, это моя защита, это твоя, все, давайте, это без глаза, это тебе минус, честно, я тебе думаю, Да, если бы ты был, бы ты не вышел, бы тебе духа не хватило, вы вспомните, как вы смотрите, как, смотрите, он просто, это потому, что сейчас, знаешь, такая обстановка, он понимает, что хорошие деньги, шкилажки, вот они рядышком, поэтому, Всем до свидания, шаршин. На самом деле, они два котика из Шрека, которые на меня смотрят такими глазками. А зачем ты котикам хочешь драться? Ты котик? Потому что у тебя есть дух, у тебя есть навыки, ты медийная голова. У котов нет духа, он львов есть. Я тебе скажу, я тебя сожру. А кто будем, для тебя львом не стал. А ты кто? Я боюсь, если тебе интересно. Классно. Ребята, следующий бой. Артем Роха, второй, третий раунд. Печень ляжет. Всем спасибо. Давайте. Персик у нас поедет на этот. Мы шейки его запустим, перемолим и выкинем его. Давайте попить его сейчас. Артем, слушай, а ты не понял, почему формат гран-при, но при этом смотри какая история. Они подрались по правилам ММА с ногами, с партером, а у вас чисто бокс. То есть как-то несправедливо, не кажется? Ну, какой ему со мной ММА. И Тарасову, какой со мной ММА. И этому, какой ММА. Тарасову. Да, он просто темный. Побереги свое здоровье, честно. И за его вот это вот не то, что не уважение, пренебрежение, знаете, ко мне. Потому что я реально, ну, серьезный спортсмен. А вот это то, что они там, ну, баку катают, там где-то что-то прыгают, там разговаривают много. Они молодцы, они хорошие шаумены. Но при этом уровень ММА нулевой, уровень ММА нулевой. Бокс хороший. Этот Али, на самом деле, смотрю его бои. И приятно посмотреть, как он дерется, как он выступает. У него всегда есть дух. Заруба. Он такой не это. Молодец. Спасибо, что он мне сказал про свой гипа, что будет по печени. Мы еще лучше подготовимся. Я говорю, у Персика корточка лобки просто. И все. А вот, кстати, ты недавно в своем последнем интервью сказал про Шавхала Чурчаева. И сказал, что сейчас он тебе особо не соперник. В плане того, что, ну, он в последних своих боях не показывает того, чего от него ожидают. А вот Алихи и Бати, если с ним сравнивать, то выше или ниже стоит для тебя как соперник? Ну, да, конечно. Ну, на данный момент, конечно, выше. Сто процентов. Ну, вы посмотрите. Бои Али. Кибать. Олег Кибать. Вообще не списан. Летчик. Он для инженера. Для задрота. С Германии. Сидевшего там. В очках там. И сейчас попьют. Сидевшего там что-то. Боболяковый. Он очень хорошо набрал. У него есть уровень с ним. Мне будет честь с ним разделить октагон. Но. Я вам приятно подготовимся. И еще лучше. И все. И он тоже отлетит. Я на это очень сильно надеюсь. По каким правилам в итоге этот бой состоится? По правилам на руках. Вот. А не было истории с компромиссом. Например. Попробовать. То есть руки-ноги сделать. Без борьбы. Вот. Вот. Мой менеджер. Вот. Принципиум. Компания. Которую я сейчас представляю. Виталий Тарасов. Вова Мышев. И они. Тимур. Молодцы. Вот. Свою работу реально. Ребята знают. И мы ее делаем качественно. Поэтому. Я им полностью доверяю. Виталий полностью доверяю. Поэтому. Как они. Сделают. Так мы. Как мы. Согласуем. Так и сделаем. Захочет. Просто. Вы посмотрите на меня. На мои. Локти и колени. Они приплывут. Что Тарас приплыл бы. Что Хибати приплывет. Ну. Типа. Чисто на руках. Единственное. Что. Конкурентно. А остальное. Все мимо. Для него. Спасибо.